Привет, мои любимые! Привет-привет! Я поела, подобрела, уже не бурчу. Позвонила хозяйке отеля. Сказала ей, что нужно, и так, и так. И сказала по оплате, что она... Договор у нас был в понедельник, а на карту ничего не пришло. Она говорит, нет, мы будем рассчитываться наличными. Ну, видно, у нее там что-то свои какие-то решения по этому поводу. Наверное, не так. Вот этот чувак ко мне приходил, спрашивал у меня грузин. Вот он, полиция ходит, ничего себе! В доморниках! Вот это работа у них. Работенка! Заходят во все эти, что-то там, может, щемят. Не знаю, или щемят, как там правильно. Видно у нее свои толкования по этому поводу. Потому что мы договаривались, как я поняла, что каждый понедельник она будет просто на карту накидать мои деньги заработанные. Ну, и Юлькина, потом мы с ней разберемся. Она говорит, нет, только наличными. И вы будете расписываться под каждой оплатой, чтобы не было потом вопросов по оплате. Я говорю, ну, если вы пришлюте. Онлайн-перевод. Онлайн-перевод. Там будет обязательно чек. Вот. Так что как-то непонятно. Подпись-то поделать можно. А чек, вот он, число. Подтверждение банка. И так далее. Сообщение. Ну, в общем, она хочет так. Но мне вот, правда, неудобно. Она мне даст наличные, например. И что мне с ними делать? Мне нужно, чтобы были на карте. Потому что мне платить за комнату. Мне платить... Кому я должен. Я там заняла еще у девушки. Ну, в общем, неудобно. Правда, вот очень неудобно. Не знаю. Наверное, придется ехать в Геленджик, в Альфа-Банк, чтобы положить. Короче, ты меня помнишь. Я сейчас сходила туда. Помните моего этого котика? Я вчера вам показывала прилуха. Я сходила, поменяла. Вот. Вот такой. Вот этот скорее мой. Юлька говорит, да, я тебе его и хотела купить. Но потом подумала, какой-то он банальный с сердечком. И купила тот. А я не вижу банальный. Мне очень-очень нравится. И этот даже еще больше похож на меня. И я пришла, короче, к мужику сейчас, который продает... Надо было это, конечно, снимать. Но я телефон тут забыла. Я такая замутанная. Правда, уже столько бегала. Машинка все еще стирает. Не застирала моего ее. Попросила ему повесить, когда достирается. А у меня тут еще надо считать. Вот. И я пошла, короче, к мужику. Прихожу, говорю. А можно вот этого котенка поменять на вот этого с сердечком? Я у вас вчера купила вечером, а потом пришла. Покупала не я, покупала Юлька. Говорю, а потом пришла, а вы уже закрылись. Он говорит, да-да, я очень хорошо вас помню. Вы вчера у меня покупали. Представляете? Я думаю, прикол. Вот как-то нас видят же люди с Юлькой похожими или что-то. Почему он так увидел, что это... Я вчера... Ну, потому что я сказала, и у него сразу три пошло подтверждение. Ум ему сказал, да, это она. Это она. Котенок тот же самый. Где я могу его взять? Взять и в пакетике. И он мне взял того котенка, повесил на этот самый. А этого положил мне в пакетике. Тут же мой. Я сейчас буду есть пончик, наверное, с лимонным своим напитком, с имбирем. Вон там имбирчик есть, видите? Вот он, имбирчик. Блин, как они меня раздражают. Если она сейчас предсказала, сейчас приедет хозяйка, приведет все, что я ей заказала. Моющие средства, их нет. Мы пришли сюда, там, везде было на дне. Там Юлька воду добавляла или что-то, чтобы побольше было. Потому что надо было все эти... Раковины, унитазы, все, не было вообще никаких средств. Девочки, походу, тут все вылили. Но куда они их вылили, все грязно, непонятно. Ну, ладно. И чтобы ёршики привезла, потому что у неё ёршики все поразвалили. Их нужно каждый год менять. Понимаете? Потому что, не знаю, может быть, она дешёвая и берёт такое качество от средств. Они все съедаются. И сказала привезти ещё что-то. Ещё что-то неважное. Короче, сейчас она приедет. Соседы, вот эта девочка тут работала. Одна, а вторая такая с длинными немножко волосами, немножко другая. Там чучечка прикольная слип. Давайте, видимо, на воздух немножко. Пусть проветрится. А, куриць. Тогда закроем, чтобы туда ты не шёл. Смотрите, какая красота. Всё в солнышке сегодня. Так что, раз поглаживаются, все спрашивают, как там у вас, дождь? Всё ещё? Нет. Вот, всё солнечно, видите? Ходят в маечках загорелые девушки. Прекрасные в шортиках. А я утром проснулась, у меня что-то так, башка кружится. Я так лежу на спине и вообще не могу даже встать. У меня так... Всё. Ну, вот видно, я отвыкла столько бегать и столько напряга. Какой там велосипедик прикольный поставили. Пошли, посмотрим. Пойдёмте. И штаны у меня спадывают, стали уже большие. Так что я стройнее на глазах. Сейчас покажу вам. Смотрите, какой классный. Видите? Прямо как будто во Франции. Очень красиво. Целять-челять-челять. Вот эти девочки. Первые, наверное, одни из первых открывали. Накачивают крови. Что тут у них? Давайте посмотрим. Здрасте. Вот такая у них тут красота. Это магнитики на холодильник. Красивые. А такие по 30 рублей. Дивноморск. Почему тут Дивноморск, а там Дивноморск? О, смотрите, тут как у меня на этом. На фотообоях. Один в один. Надо купить такую кружечку. Обязательно. А это там... Ну, много тут всевозможных магнитиков. Так что можно покупать в подарок. Вот есть даже по 20 рублей. Бери. Не хочу. Точно наберу. Подарю своим соседкам в коммуналке. Красивые какие-то с колокольчиком. Благословение дома. Блин, что ж я не выключила интернет. Мне вы пишите, что снимаю видео, а потом... Там это чпокает громко и по ушам бьет. Но я не хотела, простите, мои любимые. Правда, я выключила интернет. Потом мне нужно было очень срочно включить. посмотреть сайт. Так что не обижайтесь. Это не специально. И не со зла. О, все уже никто не курит. Давайте проветрим. Пусть немножко проветрится тут. Все нужно было закрыто. Вот видите, как на том этом магнитике. Так что я куплю просто знак. Котика купила. Реально, мне вам так нравится. Классный. Давайте его выпустим из пакетика. Повесим на ключе. Так. Смотрите, какой он хорошенький. Такой сердечек. Он вас всех любит. И передает вам привет. И желает вам волшебного дня. Прекрасного настроения. И, конечно, любви. Так. У меня тут есть, смотрите, какой собакин. Прекрасный. Теперь у меня будет кот с собакой дружить. Я его сейчас сюда повешаю. А он, когда его так заюзаешь долгое время, он становится вообще такой мягкий, классный. Сейчас немножечко жестковатый, а потом будет мягенький. Так что... Вот такой котик. Глазастик. Люблю вас, мои родные. Делюсь с вами всякой фигнёй. Но мне очень приятно это делать. Правда-правда. Спасибо, что вы есть. Любим, всё тут ходит. Который у меня вчера спрашивал, сколько стоит номер и так далее. И так далее. Всё. А, мне сказала вам, какое число сегодня. Давайте посмотрим. Мои родные, сегодня моё любимое число... Нет, нет, нет. Не шестое. Конечно же. А шестого у нас было. Пушкинский день России. День русского языка. День... Кого? Миллиоратора? Ничего себе, я не знала. И Луна была в Тельце. И именинники были Никита, Семён и Степан. О, мои дети. Семён и Степан. Семён это Соломон, а Степан... Это Осман. О, откуда тут звёздочки? Седьмое. День рождения Юлия. Я написала и забыла. Седьмое июня. И вчера это было. И именинник был Иван. Ну, вот тут написано, что и Юлия тоже была. Именинница. А сегодня у нас с вами восьмое. Моё любимое число. Бесконечность. Восьмое июня. Вторник. Луна в Близнецах. Значит, день Юлькин сегодня. Она Близнецы. И именинники. Александр, Георгий, Карп и Макар. День социального работника. Ну, вот будем, значит, социально работать. Куда бы тебя повесить? Так сюда, потому что я не включаю этот маруху. Ну, маруха это по-арабски, а по-нашему, как он называется? Вентилятор. О, вспомнила. Я не включаю вентилятор, потому что... Потому что еще очень даже свежо и прохладно, не холодно. Туда поставила пакетик, выкинула мусор. Утром рано, когда приезжал этот мини-автобусик, собирал мусор весь. Потом возле дверей прям сразу вышла и нашла 2 рубля орлом. Тоже хорошая примета. А вот этот лак сгрызла так. Сейчас буду накрашивать, чтобы все были одинаково. А Юлька, может, сегодня поедет в Геленджик и привезет мне эту хрень, чтобы все это посмывать, этот ужас. Потому что не могу. Люблю вас. Люблю-люблю. Пока-пока. Ирина Хиндилайт говорит, всем добра и сметаны. Ну, это, наверное, Катан говорит только нам. А всем остальным просто любви. Не все же сметану любят.